Здравствуйте! Гадание про расставание у меня сегодня тема очень популярная. Много звёздных разводов. Сейчас расстаются разные популярные медийные лица, расстаются с грохотом и треском, вводя в курс массовую аудиторию. Я получаю от вас письма, в которых вы задаёте вопросы про расставание самые разные. Почему мы расстались? Насовсем ли? Можно ли что-то сделать? Кто-то боится расставания, кто-то, наоборот, его жаждет, но не хочет этого признать. В общем, тема-то достаточно массовая. Итак, расставание. Я хочу выделить несколько всё-таки моментов, когда не надо задавать, когда некорректно задавать вопрос, почему мы расстались. Во-первых, ой, вот сейчас прям сложную, напряжённую, почти непостижимую вещь вам скажу. Знаете, есть такое философское выражение восточное, восточных людей. Что-то вроде пословицы. Расстаться – это лучшее, что люди могут сделать друг с другом. Представляете? Вот попробуйте сейчас силой воображения мысли охватить правильность и глубину всей этой истории. Но это какие-то, знаете, такие изыски восточного мировоззрения. Мы хотим того или нет, исповедуем взгляд на любовь чисто западной. И поэтому говорим – работать над отношениями. Если работать над отношениями, они станут лучше. Да, с точки зрения восточных людей, не всех, наверное, с точки зрения восточных мудрецов, что ли, любовь – это потребляемая вещь, которую вам на двоих, откуда-то сверху, вселенная или сила эволюции, дали, вот они дают вам что-то вроде пиццы, одной пиццы на двоих. И вы начинаете эту пиццу с двух сторон потреблять, есть. Когда вы ее доедите, то неизбежно любовь закончится. Ну вот она исчерпает себя, и между вами наступит конец. Конец отношений, конец любовной истории. Он будет гармоничный, неизбежный, правильный. Ну всегда жалко, когда пицца заканчивается. И вам будет жалко, когда закончится любовь. Но не может быть такого, чтобы вы ее вот так вот с двух сторон ели, а при этом она бы увеличивалась и прирастала, правда? Технически невозможно, физически невозможно. Вот так видят любовь на Востоке. И совсем по-другому видим ее мы. То есть для нас любовь заканчивается неважно, какой она была продолжительности, что-то там было по содержанию внутри, это чаще всего трагедия. И чаще всего это сюжет для драматического сериала, сюжет для какой-нибудь слезливой истории, чтобы подружкам рассказать. Ну вот так, вот про это мы угадаем. То есть первый вариант, когда вообще некорректно спрашивать, почему вы расстались, когда между вами просто все закончилось правильно, гармонично. То есть вы прошли путь, вы это прекрасно знаете, понимаете. Можете прям вот по вехам, по абзацам назвать знакомство там и так далее. Вот мы дошли до этого рубежа. Неважно, этот рубеж там брак или что-то другое, люди не все для брака встречать. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот, это первый вопрос. Первый вариант, вернее. Второй случай, когда не надо задавать вопрос, почему мы расстались, это если вы еще по факту не встретились. Если между вами ничего интересного в этой не было. Например, может быть, вы два раза всего лишь встретились. Несколько сообщений послали друг другу, потом это все благополучно закончилось. Это после знакомства в интернете такое может быть, или после знакомства, да где угодно. На заправке, в баре. Потом все закончилось, и вы задаете вопрос. Почему? Отвечайте. Карты, звезды, почему мы расстались? А вы еще не встретились. С чего вам расставаться? Не было еще ничего, понимаете. То есть это как деление на ноль. На ноль делить нельзя. Все, вот это вот аксиома. Также нельзя спрашивать, почему вы расстались. Если еще ничего не началось. Третий случай, когда тоже некорректно, не надо спрашивать, почему мы расстались. Это если перед нами любовные истории, если перед нами отношения, изначально обреченные на расставание. Тоже пример. Вот знакомитесь вы в интернете с каким-нибудь женатым мужчиной, сильно старше вас, благополучным. И, да, и чего-то от него ждете. Вы начинаете переписываться, скорее всего, успеваете где-то как-то встретиться. Это неизбежно тоже заканчивается очень быстро. И вы задаете вопрос, почему мы расстались. Вот мы прямо это налицо. Вот этот самый сюжет. Конец заранее обреченного плана или конец заранее обреченного союза. Поверьте, в интернете женатый мужчина 70-го года рождения, ну уж точно ищет неверность и неромантику. И уж точно не новую жену. Вот я вручаюсь вам. Не о чем спрашивать снова. История на неправильном месте выросла. Ну это первое, что я вам хотела сказать. То есть спрашивать можно, почему вы расстались тогда, когда вы могли не расстаться. То есть теоретически можно допустить, что вы бы не расстались. Что вы бы были дальше вместе, имели бы счастливую семью, детей, какой-то общий дом. Может быть вы даже это обсуждали. То есть если вы очевидно как-то к этому шли. Ну то есть были предпосылки, было какое-то начало. А потом история кончилась. Но и это еще не все плохие новости у меня для вас сегодня. Опять же зачем? Зачем? Вот подумайте, проанализируйте, покопайте в себе. Зачем вы хотите это знать? Даже если в этом есть смысл. Если вы имеете вот такой откровенный, как сейчас говорят, незакрытый гешталь, с которым надо разобраться, расставание. А зачем вам это? Когда вы думаете о прошлом, тем более не просто думаете, а вы прямо вот энергию ментальную тратите, вы что-то чувствуете в этот момент. Вы отнимаете ресурсы у настоящего и даже у своего будущего. Может не надо тратить время и силы душевные на то, чтобы с этим разобраться, с прошлой историей. Но ушло и ушло. Потому что иногда покажется, что ну это опыт. Вот если я сейчас догадаюсь, почему я рассталась с этим парнем, то потом я буду умнее и следующим не наделу таких же ошибок. Вот это уж вообще, знаете, эфир и абсолютная утопия. Новые отношения будут, и это будет новая история, это будет совершенно новый человек, вы там будете другая. Поэтому прошлый опыт вообще никому не пригождается. Это исключено. И если вы все-таки после моего такого, я надеюсь, убедительного вступления, вот у вас остался этот вопрос, вы хотите разобраться, почему вы расстались с кем-то, то смотрите мое гадание. Я его, я разделила для этого гадания аудиторию строго на 12 частей, по традиции, по знаком зодиака. Мне кажется, что вот в данном случае, знаете, как, скажем, у всех стрельцов проблемы стрельцовские в отношениях. У всех скорпионов, допустим, да и у козерогов, что я осеклась, тоже у всех скорпионов, скорпионей трудности в отношениях. Поэтому вот сгруппировать вас по знаком зодиака, я думаю, здесь очень уместно. Смотрите, радуйтесь. Почему вы расстались, скорпионы? Вот гадание с таким названием, с такой темой у меня сейчас будет. Скорпионы, конечно, дольше других помнят и переживают расставание. Это свойство души вашей, такое. Ничего вас быстро, скоро не отпускают. В отличие, кстати, от ваших соседей, например, стрельцов, но скорпионы имеют вязкие, долгие, долгоиграющие, очень глубокие эмоции. Поэтому отчасти в этом и сила знака. Знаете, говорят, скорпион самый сильный человек. Это правда. И сила в том числе вот в этом. В том, что у вас эмоции не перескакивают одна на другую, а вырастают, становятся такими мощными очень долго. С вами живут и привязанности к людям тоже. И скорпион может иметь уже другую любовь или даже новую семью, но всё равно будет очень живо в красках, как вчера, помнить прежнее своё прошлое расставание. Что с этим делать? Мне такой вопрос иногда задают. Ничего. Натальные характеристики ваши, врождённые, конечно, одним махом изменить нельзя. Надо это в себе принять, полюбить себя, как свои лишние килограммы, и жить дальше. Итак, почему вы расстались? Я прошу вас вспомнить сейчас самого близкого, что ли, или самого яркого героя, с которым вас не сложилось. Вот вопросы про него. Орахул небольшое будет гаданием. Почему вы расстались? И какие-то сопутствующие вопросы тоже я картам, безусловно, задам. А было ли расставание, спрошу я. Во-первых, у вас. Расставание, как вот сам эпизод, карты не показывают. Поэтому либо оно у вас как-то уж очень незаметно, ненавязчиво случилось, так что никто даже ничего не понял, и никто ничего не сказал. По крайней мере, вы не ссорились. Крупной ссоры здесь нету для вас. Как будто бы вы договорились. И причем с большим энтузиазмом. Ну, знаете, как договорились. Давай сейчас ты поработаешь в одной стране, я поработаю в другой стране. Мы вот разъедемся, а потом встретимся, и дальше посмотрим, что друг с другом делать. Мы дружить или семью строим. Знаете, такая вот карта описывает ваше расставание, как, ну, безусловно, серьезный, крупный выбор двух взрослых людей, но оно в сердцах ваших либо разожгло энтузиазм, либо продолжило. Ну, то есть, вот, знаете, с какой-то искрой оптимизма все равно вы это расставание пережили. Здесь нет ничего ужасного, такого разрушительного или разрушающего психику. Выбор обоюдный. Вы знаете, вот карта описывает такую сцену, когда, например, зрелые духовно супруги доходят до этого, доживают до этого момента, когда им нечего друг другу дать, и они весело договариваются. Давай разведемся. Давай. Давай празднуем развод. Давай. Вот такая, в общем, веселая, очень грамотная история. Вам выпадает. Ну, по крайней мере, здесь нет дележки, здесь нет какой-то серьезной взаимной обиды, тем более желания мстить. Это на всякий случай я предупреждаю скорпионов, потому что у вас все-таки часто, частенько, да? С желанием мстить возникает в этой жизни. С какими чувствами, с какими эмоциями мужчина остался? Что он чувствует к вам сейчас, после расставания или в тот момент, когда вы думаете, что расстались? Ему жаль. Он очень сожалеет. Очень сожалеет. Хотя, если его спросить, он скажет, я так и знал. Я знал, что, например, наша история ничем не закончится. Может быть, были обстоятельства внешние, какие-то, которые, ну, это знание давали. Например, если вы сразу жили далеко друг от друга, или если вы сразу были несвободны, или если, да сколько угодно, может быть, если. То есть, мужчина не удивлен вашему расставанию. Вот как бы это, может быть, я не знаю, для вас это обидно звучит, или это открытие, он не удивлен. Может быть, у него сразу в планах было не находиться с вами долго, потому что он, например, работу больше любит. И ваш герой остался по отношению к вам, вот опять же, с тем же энтузиазмом, который был здесь. Ну, противоречивая позиция. Я не могу сказать, что он вас любит, что он оплакивает, что он стыдится этого расставания, сожалеет, или хочет вернуть, как любят девушки. Часто задавать такой вопрос. Хочет ли он меня вернуть? Нет. Но считает, что сможет это сделать в любой момент. Поэтому явно он не расстроен, растерян. Вот скорее так, растерян. Но это не трагедия, не трагедию переживает из-за этого. И главная карта ключевые, которые по теме у нас, это из-за чего вы расстались. Угадайте. Ну, попробуйте угадать. Деньги, деньги, пентакли, пентакли. Из-за денег вы расстались. Пожадничал ваш принц на вас. Дорого ему было к вам в другую страну летать. И уж тем более подарки вам делать. А еще, может, не дай бог, вас содержать надо было. из-за денег. Жадный мужчина посчитал плюс на минус и решил, мне это не выгодно. Я лучше ближе найду, проще, без запросов, например. Вот. Слишком вы дорогой, для него оказались слишком дорогим развлечением. но, знаете, он как-то очень грамотно эту свою жадность обставил. Я не вижу, чтобы, вот видите, как истинная причина расставания, мы же ее хотим узнать. Это выпадают деньги, это выпадает жадность мужчины. А внешне выглядело это вряд ли так. То есть эта причина не была заявлена, не сказал он вам напрямую, знаешь что, живи-ка это на своей, а я на своей поживу. Нет. Внешне это было, выглядело так, как будто бы вы оба согласились. Ну вот пока лучше так, пока лучше нам поработать, покопить, получше где-то устроиться. Как бы консенсус, расставание как соглашение сторон. Знаете, есть же такие статьи в разных источниках гражданского права. это всякие расторжения, прекращения отношений по соглашению сторон. В трудовом праве есть такая формулировка. Вот у вас это по соглашению сторон, но истинную причину мы теперь знаем. Поэтому нас не проведешь. Что карта советует вам? Никаких крупных советов нет. То есть бросаться вдогонку за этим героем не надо. Что-то там торопиться предпринимать не надо абсолютно. От вас активность не нужна. Ну вы можете ее проявить, если у вас есть свободное время. Результаты никакого не даст. Ну то есть вообще никакого не даст результата. отношения ваши не восстанавливаются. Карты вам советуют сейчас совершенно пассивную позицию занять. Расслабьтесь, плывите по течению. Но можете отбивать какие-то такая очень легкая суета без ожидания. Пустые хлопоты. Семерка жезлов. это она описывает действия, от которых вы не ждете. Вот вы просто делаете, но не ждете большого результата. То есть вы можете, чтобы заглушить не знаю тоску, боль, разлуки, что ли. Вы можете что-то делать, вести переписку с ним, например. Но не рассчитывайте на то, что это к чему-то приведет. Карта говорит, ну правда не приведет, потому что впереди обозримое будущее ваше с этим героем. Вот оно какое-то такое переживание добавится. Больше возможно будете переживать дальше, чем сейчас переживаете. Но опять же все скорпионы таковы. Вот эта вязкость, вот эта длинность, вот эта продолжительность ваших эмоций, вот она так работает. То есть когда что-то случается, для вас это только-только начало, а потом дальше уже переживания внутри вас как снежный ком начнут расти. То есть еще придется вам чего-то о чем-то посожалеть, чего-то испугаться. Испугались, что расстались, например, в этой истории. Ох, есть слабая надежда, что вы все-таки однажды будете друг другу нужны. Однажды, вот карту говорят, что однажды придет такой момент, когда вы друг о друге вспомните, будете друг в друге нуждаться, когда вам нужна будет поддержка какая-то взаимная. И вот тогда, а что тогда? Ничего. Продолжение романа или тем более какую-то серьезную историю брачную карты не обещают. Ну, максимум, на что вы можете рассчитывать, это такая умеренная дружба. Ну, хоть здороваться будете. Спасибо. Спасибо.